Палатки с товарами, приуроченными к светлому празднику Пасхи Христовой, встали в круг на площадке возле пешеходного моста через Клязьму, неподалеку от храма преподобного Серафима Саровского. Его настоятель Виталий Крикота благословил тех, кто работает на фестивале, пожелал им праздничного настроения и доброго здравия. В всех храмах будет совершаться освящение всего того, что наши православные христиане приготовили к встрече Пасхи Христовой. Я желаю, чтобы воскресший Христос благословил всех нас и благословил все наши добрые начинания, которые мы задумали сделать в этом году. И, конечно, пусть Господь воскресший благословит этот пасхальный фестиваль, чтобы как можно больше людей посетили этот фестиваль, что-то приобрели для себя, и всем от этого было хорошо. На фестивале представлены товары и вкусные, и полезные. Здесь можно приобрести традиционные пасхальные угощения. Куличи и мед, узорные пряники и разнообразные сладости. Есть здесь изделия мастеров народных промыслов, причем в разных вариантах. Например, расписные деревянные ложки, тарелки и блюда изготавливаются так, как это делалось в стариду. Технология осталась та же самая, что делали люди 100 лет назад, 150 лет назад. То есть обязательно делается из липы, потому что это мягкая порода дерева. Потом обрабатывается, наносится вручную рисунок. Щелковым предлагаем освященную продукцию, рассказываем про иконы, ну и вообще рассказываем о жизни Христа. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!